Боже мой, я был в будущем турнице. Добро пожаловать в этот канал. Добро пожаловать в этот канал. Записывайте. Снимайте. Протоколы. Добро пожаловать в секретарь. Добро пожаловать в этот канал. Подписывайтесь на наш канал. Субтитры делал DimaTorzok. Аминь. 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 Будем говорить на государственном языке. Аминь. Слово предоставляется по открытию нашего собрания. Собрание у нас ингуши, проживающего в городе Москве, в Московской области. Слово предоставляется в Сайнарову Берчонту. Вам он известен, да и всей России. Аминь. Ассаламу алейтум. Новости. Лейха бубле Бог. Ирзнуш. Таанли Васях Питер. Любови Бог. Аминь. ,хаза грамдий шац ,закумандар барда еще отсюда ,закумандар педже жди , gefährит лица ,видим мишар илл. Голом .Вы меня не цичь бы сказать . Сам галбер линнах ,хоза ,наха бозже нахбы ,царяь архамдову не позволяли ничего сделать. Но все в них занятое, так и до того, что не нужно сказать себе, чтобы вы не прозвонили. Да, как можно сказать? Вот поэтому, мы будем создавать защитную бюджетную филиппу. У нас нет конца, вот я, вот я не знал, что яammers правило, что они мешают, вот я думаю, что они не институции. Из богу, вели ешхлез, яхаш, в Хаюлени избитник с восени 2018 года. Хаюлени из Хаюлени, в 2018 году, Хамуд Ход Сухоптыш, нощи подчатся, даха бошпиа, гола лет, далут был, хам прорабатываешь, в Аллаш, не еппарат и哇лев, все-таки, саак комбинаций, бошад киев, яхар, успокаивай, вихирит, взгляд, хамят нанисич. Аллах яхар дали ге Harper, Хаюлл, Хаук, башхад угошли, в Аллашто уждах, с кеже гибет, кеже гибет, кеже данинник, в Аллашто, к ногу, НОП юлух, зулм тулуш, лад, чудуга, Обосприем на хайат из двух митингах 2018 года в октябре-сентябре, хайюли, хайюршу. У митинга шли в Атанах, цукт ахах, в марте 26 марта цехун митинг из Ханни Сен-Ярчен. Закон о референдуме. Закон о конституции конкретизировать. Закон о референдуме есть, т.е. в марте 26 марта цехун митинг из Ханни Сен-Ярчен. Закон о референдуме есть, в марте 26 марта цехун митинг из Ханни Сен-Ярчен. Закон о референдуме есть, в марте 26 марта цехун митинг из Ханни Сен-Ярчен. Закон о референдуме есть, в марте 26 марта цехун митинг из Ханни Сен-Ярчен. Закон о референдуме есть, в марте 26 марта цехун митинг из Ханни Сен-Ярчен. Закон о референдуме есть, в марте 26 марта цехун митинг из Ханни Сен-Ярчен. Закон о референдуме есть, в марте 26 марта цехун митинг из Ханни Сен-Ярчен. Закон о референдуме есть, в марте 26 марта цехун митинг из Ханни Сен-Ярчен. Это альферендуме есть, в марте 26 марта цехун митинг из Ханни Сен-Ярчен. В марте 26 марта цехун митинг из Ханни Сен-Ярчен. Субтитры создавал DimaTorzok ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Если это было terminal, я давно в этом уже говорил, что мыслей – боже мой. Мыслей – мягко божеван, полотно царство к зашли. Когда свиньбов, махмуд, генералы... Мыслей – боже мой, царство, золомаш, делаем давление – золомашь – болтцы, болтцы! Каждый человек, когда лечение его Чехии в извержении власти, мы в основном, если у вас есть обязательства, то есть, кто был в Петербурге, он не мог его жить. А я скажу, что он не может быть, у нас не было ничего, но если он не будет в области, то есть, что он не может быть. но это и это и и и и и и и и Первый проектир на всех лидерах, потому что мы понимаем, что ты делаешь все, мы снимаем все садии, садились, даже не более длинно, но зашел в том, что вы должны подписаться документ. Нужно написать мы в том, что это дано. В самом деле, абсолютно царь меня не ехал в ходу, ржангал холл, синя, жаля, около 40 тысяч гектаров на 8,8,8,5. В парламенту ряду, кинцию на суду, и двоих партий, и болтабиабы, кинцию на суду. Но не нарушать Конституцию Республики в Ингушетии, защищать территорию целостность – это аж мало. Но, видимо, в первых у нас была же такая ситуация. Сугац или цугац, цугац, мушт, изгадая, мацханчонгык мудровый, нахкезидею, амир табярка, сайт законных. Югния, изгадца законы, в соответствии с федеральным законным, они здесь, в парламенте, начутан сгадца рейтыш. Уже все исправительные действия, доставл 대�іру науки жител. Тот не спрашивал же, что его делать, его делать, я остался в пест mountain, я вернулся в пест Wait till the end, А потом он решился, я же и ждал ли это? И тогда я ему поворю, что это было? А потом, когда они спрашивали, что я приехал в Россию, ты не спрашивал, что они мне прижалили пестующие и Задать, вот ждать. Там посвящен Малай, воинковский бар. Чёрт, я хочу заездку в дына. Нахады, на арту, во времена Белия вилля, амаш. Нахады, на арту. Калнах, курза, бахаш. Данбергиш, курза, бахаш. Нахракилов. Измазать, санлёгиш, дахат, резво и мазнины. Чтоб другим было неповадно вот этим заниматься. Малай, на арту, обман у нас. Нахракилов, амад, в Алчур. Муж, вошь, так вот. Глотов, габилить. Кокеина, боролица. На арту, в Москве, где-то, где-то молодые. В початке, да, лояльные. В Российской Федерации. В околе, что это, в сетях, в группу, Масла, лишнее, помял на дуц. По делу ДУЦ, поступайте с нами согласно законам и Конституции Российской Федерации. В связи с этим я просто хотел бы сказать для тех, кто может быть интересно, чем мы тут занимаемся. Мы занимаемся, во-первых, собрались, чтобы пообщаться, давно не виделись друг с другом. Во-вторых, хотим просто, чтобы наша республика, наше руководство понимало, что дело доходит до того, до тупика. Нужно сейчас свои амбиции оставить одному человеку или вместе с ним парламенту, правительству. Ну, предпринять все необходимые шаги, чтобы эти люди, которые просто ни за что преследуют, да, они были организаторы митинга, они следили за порядком на митинге. Ни одного там выступления не было, за которое можно было бы зацепиться, что оно экстремистское, что оно в рамки закону Российской Федерации не вписывается. Но, тем не менее, когда эта молодежь осталась, она хотела, чтобы власть сказала свое слово. Люди, расходитесь. Вы же выйти надо было к председателю правительства или к председателю парламента, или к главе республики, и сказать народу, народ, за сутки вопрос не решается ни один. Я вас прошу, разойдитесь. Мы вот этот закон обратно отозвали, и я вам даю слово, как глава республики, что этот закон никогда не будет принят в таком виде, где будут интересы нашего субъекта, республики Негушетия, который находится в составе Российской Федерации, не будут ущемляться. Если бы это было сказано, я уверен, у нас слава Всевышнему. Старший есть старший, среднего возраста есть среднего возраста, младший есть младший. Народ у нас разошелся бы. И в связи с тем, что эта молодежь не услышала, и масса основная не услышала, они не хотели без ответа расходиться. В связи с этим, вот эти старшие организаторы митинга оставались вместе с молодежью. в целях недопущения провокации, в целях избежания столкновений между правовременными органами и молодежью. И на мой взгляд, там все было, я там находился практически до конца, я там не видел никаких эксцессов. В конце там произошел эксцесс, я там не находился в это время, к сожалению. Но в любом случае, из рамка ООН выходящих, там таких серьезных вещей не было. Да, конечно, неприятно, если бы даже эти вещи незначительные не произошли бы. Поэтому я считаю так, мы здесь должны выработать, если мы согласны. Каждый скажет свое мнение, вы меня простите, что я так долго за рекламу перехожу. Каждый должен сказать здесь свое мнение, которое принесет пользу для нашей республики, для тех, которые, значит, там подвергаются гонениям, находится там, в изоляции находится, и пути преодоления вот этого кризиса, которые все дальше и дальше заходят. Я думаю, что если у главы сегодня появится политическая воля, и вообще воля, что он знает, что он ингуш, я думаю, он тоже понимает, что он ингуш, это все меняется в этой жизни. И найти все пути там, согласие, пойти там на переговоры, чтобы этот кризис преодолеть, он нам не нужен, ничего хорошего не будет. Уважаемые соотечественники, земляки, я скажу несколько слов, проинформирую вас. Сейчас от начала до конца я присутствовал в штабе на митинге до и после митингов. Но начну я свое выступление с решением нашего судьи, то есть все, кто правосудие, не только судья, в моем понимании обычный ингуш, который родился на ингушской земле, у которого родители ингуши, который питается все, что произрастает на нашей земле, который дышит ингушским воздатом, который молится в ингушской мечети, как этот человек способен посадить 65-летнего старика, инвалида, на 10 суток. Если даже с точки зрения правосудия или других критерий оценки совершенного там противозакония, адекватно должно было быть наказание этого человека, а не 10 суток. С моей точки зрения это попытка унизить пожилого человека, и не только его, попытка унизить нас с вами, меня, всех, кто присутствует, поскольку ни один ингуш себе здравомыслящий не мог это совершить, можно было штрафовать его, что угодно по-другому сделать, но не посадить. Он сейчас оберег голодок, у него очень сложное здоровье, и я надеюсь, что мы с вами здесь выскажемся, может быть, и примем какие-то решения. Следующее, что я скажу, мы, когда в штабе рассматривали проведение митинга, один из вариантов, обсуждали и такой, провокационный вариант, который и состоялся. Если я чуть позже отошел, но я там был до конца, был между теми, кто как бы прогрессивными органами, и между молодыми нашими протестующими, все это видел, с моей точки зрения, это была запланированная гнусная провокация со стороны провокационных органов. Поскольку, когда мы увидели, что сценарий провокации наступил, мы начали просить время, час-два часа, чтобы объяснить людям, которые морились утренний намаз. Понятно, что люди, конечно же, были обижены, разгорячены вот этим вот беспределом, нарушением закона о том, что религиозные обряды какие-то во время этих обрядов не посчитают ни с чем, выстроились в наше славное гвардие и пошли на митингующих. Внутри вот этой группы людей, которые там стояли, были несколько, десяток провокаторов. Потом только мы, когда начали рассматривать все съемки, мы их увидели. Это были охранники главы, помощники охранников главы, ну и других, главы администрации районов, даже помощники некоторых религиозных деятелей, проправительственных и так далее. В результате все остальное вы видели. Это была чистейшая провокация. Никому не нужно было, чтобы этот митинг, я имею в виду власть поддержать, чтобы этот митинг прошел вот так спокойно, мирно. И вот к этому сценарию они сегодня и пришли. Несколько слов скажу к тому исток этого дела. Причина гораздо глубиннее, чем мы отдали землю. Хотя это очень существенно. Это капля была бы той чаще недовольства населения, народа этой власти. А началось это с того, что, если вы вспомните 13-й год, все причины, их политические причины, экономические причины, социальные причины, структурные, общественно-структурные причины, все эти причины в комплексе привели к тому, что народ вышел на улицу. Что касается политических причин, все мы наблюдали, в том числе и я, молчали, когда начали кроить Конституцию Республики, законодательство Республики под одного человека. Когда в 13-м году конституционная норма, самая демократичная норма избрания главы прямым выбором населения, народа, эта норма была изъята. Вместо нее была включена норма избрания, то есть назначение парламента. 17-18 человек, которые он в последующем сам избрал, отобрал, то есть отобрал селективно, под себя. Критерии подбора, они известны, личная преданность, биографии, загрязненные уголовным преследованием, другие, другие, другие. То есть заинтересованность и так далее. То есть эти люди проголосовали за эту основополагающую норму. Вот тогда у этого человека главы была программа, конечно. Не программа развития Игурской Республики, не программа становления, а именно программа, которую он сегодня нам показал на практике. В результате вот этих политических интриг, изменений, всего, что я уже предыдущий сказал, человек узурпировал власть в целом, ввече власти законодательная, исполнительная, судебную, национательную, все, что на этой территории находится. Это было недостаточно. Узурпировал полномочия отдельных ведомств, министерств, корпораций даже. И, конечно, с этой территории у своих руках огромная власть.